Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми актуальными новостями Армении и Азербайджана. Сейчас самая обсуждаемая тема это армянские ветераны приехали в Карнедзор для переговоров с миротворцами. Так, сейчас я вам покажу на карте, где Карнедзор. Там сейчас такая ситуация, что в Карнедзоре находятся эти 19 фур, которые азербайджанцы не пропустили в Ханкинди. И в Армении появился такой отряд под названием Крестоносцы. И там у них есть такой командир, полковник Саркис Пагасян. И вот он решительно заявил, что мы будем в силы разблокировать Лачинский коридор. Вот он на фотографии этот мужчина. Сейчас ознакомлю подробнее, что здесь пишет издание «Кавказский узел». Армянские ветераны приехали в Карнедзор для переговоров с миротворцами. Так, это участники Первой Карабахской или Второй Карабахской войны, я понимаю. Их где-то 150 участников. Они прибыли в Карнедзор, чтобы обсудить с российскими миротворцами вопрос доставки гуманитарного груза в Ханкинди. Армянские силовики преградили дорогу отряду, заявил один из участников акции. Так, как писал Кавказский узел, командир добровольческого отряда крестоносцы, полковник Запасе Саркис Пагасян, заявил 8 августа, что ветераны Карабахской войны готовы сами разблокировать Лачинский коридор. По его словам, группа ветеранов планирует выехать из Еревана в Карнедзор, где находятся машины с гуманитарной помощью. 26 июля правительство Армении направило в Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Однако грузовики не были допропущены в Ханкинди. МИД Азербайджан расценил попытку доставить гуманитарный груз без согласия с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 28 июля депутаты парламента Азербайджана заявили, что для провоза гуманитарной помощи из Армении в Карабах необходимо получить разрешение пограничной службы и предъявить груз для досмотра. Сейчас в Карнедзор приехало около 150 ветеранов войны, сообщил сегодня корреспонденту Кокахского узла командир отряда крестоносцы Саркис Пагасян. Вот он на фотографии вверху. По его словам, ветераны намерены провести переговоры с российскими миротворцами, чтобы сопроводить гуманитарный груз в Ханкинди. Если переговоры не дадут результата, вынуждены будем пойти разблокировать дорогу силы, отметил он. Видите, уже появились такие армяне агрессивные, что, говорит, мы силой ему разблокируем этот коридор. Силовики преградили дорогу бойцам отряда крестоносцы. Заявили. Так, они, да, ну их мало, видите, они хотели большую группировку собрать, где-то там, может, тысяч пять, но у них пока небольшая группа, 150 человек. Вместо того, чтобы сплотиться и совместно разблокировать дорогу, силовики нас встретили при оружии. В общем, их силовики, этих боевиков не пустили, рассказал мужчина, слова которого перевел на русский язык корреспондент Кавказского узла. Также участник акции призвал присоединиться к отряду и содействовать в открытии дороги. В отношении одного из подвергнутых накануне приводу возбуждено производство подозрений в хранении холодного оружия. У них, видите, были с собой еще холодное оружие они имели, они были вооружены. Ну как идти на штурм и без оружия? Ясно, что у них оружие было. Сообщил корреспонденту Кавказского узла сотрудник полиции Армении. И вот тут сейчас в Ханкин-Ди уже эти акции протеста, и там у них задержаны 14 человек. Лачинский коридор был заблокирован 12 декабря 2022 года, и сейчас 23 апреля в мостах Акари у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. А 15 июня власти Карабахи заявили, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Так, ну вот еще есть продолжение по этой теме. Армяне дали Пашиняну Азербайджану 2 часа на открытие Лачинской дороги. В общем, эти самые боевики настроены решительно. И вот они, армяне, сделали Азербайджану заодно и Пашиняну очередное последнее китайское предупреждение. Это пишет издательство ДС. Как минимум в эти минуты предупреждение находится в процессе оформления. Вот этот ветеран по фамилии Саркис Пагасян требует у власти Армении оружия для разблокирования Лачинского коридора. Он командир отряда Хачакирнер. Вот так называется здесь по-армянски крестоносцы. Пагасян уверяет, что он соберет около 30 тысяч солдат уже, и они готовы будут приступить к военной операции в районе КПП Лачин. Откуда там 30 тысяч он соберет, я не знаю. Но азербайджанцы пишут, черт, как же страшно. Даже в 40-дневной войне не участвовал столько армян, потому что как раз в таком количестве не бежали с поля боя. Это с юмором пишет азербайджанское издание. Судя по фото в армянском медиа сторонников, гениальной идеи собралось очень мало. 30 тысяч там точно нет. Зато засветились армянские железные ашоты, воевавшие во время Второй Карабахской войны, с мертвыми и разрушающие азербайджанские кладбища. Этих, думается, наши спецслужбы ждут большим интересом. И вот пишут, что сейчас уже, если Пашинян не сможет разблокировать, горячие и реванские парни сами уже, ну они отправились уже там уже, все на границе, и хотят смести азербайджанский пограничный пропустой пункт силы. В общем, грозятся, да, что... И все сейчас пишут, азербайджанское издание, что мы все ждем с нетерпением угрозы, будет весело. Ну и вот как раз вот эта вот группировка армян, уже они там пытаются освободить Плачинскую дорогу. Теперь они сами нуждаются в освобождении. Их там вот прессует уже армянский ОМОН или полиция, не поймешь, у них там разборки свои начались. Армянская полиция не пустила радикально строенных армян КПП Лачин. Так, как передает ДСС, ссылка на армянские СМИ, поход, который начал в Севереване, дошел до села Корнедзор, который находится вблизи границы. Но я говорил, да, вот он здесь, Корнедзор, вот тут у них уже сборище этих армян. А судя по карте, это вот Лачин, и вот здесь они собрались. Но их задержали местные армянские полицейские. Местный СМИ отмечает, что дальнейшее движение группы было заблокировано армянской полиции. Таким образом, получилась комичная ситуация. Освободить Лачинской дороги необходимо освобождать самих. Отметим, что вчера эта группа людей дала Азербайджану Пашиняну 2 часа, для того, чтобы они выполнили их требования. В противном случае они угрожали открыть дорогу силовыми методами. Вот здесь небольшое видео тут. Вот там они скопились. Не знаю, сколько их там, сот человек, или сколько там, в общем, машины, вот армянские флаги. В общем, мы их тут все застопорили, они сами не знают, что еще сделать. Понимаете, если у них была группировка там тысяч, может, пять, может, больше, они, может, пробили бы силой. А когда там, ну, там, может, 150, 200 человек, 300, может, собралось, но они физически не смогут ничего там даже сделать, даже армянской полиции. Я не говорю, что про азербайджанские спецназ, так их там бы быстро успокоил. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.